ТА-РА-БА Это экзот, за которым сейчас идет охота на рейде Корона Скорби, но стоит ли оно того? Посмотрим в сегодняшнем видео. Сегодняшнее видео вышло на канале Трипл Вайп и говорит в нем Джонни Лейни. Да ладно! Так, да, Тараба это новый рейдовый экзот. И это действительно пистолет-пулемет. Вот что вы подумали, когда узнали, что в рейде главной из случайных наград стала ППшка? Почувствовали смятение, разочарование, бенеф может быть? Ну вот что-то такое, да. И отчасти в некоторых ситуациях так оно и есть. Универсальные машины-убийцы из Тарабы не вышло. В каких-то ситуациях это очень круто работающий монстр, а в других я бы рекомендовал сменить его. Начинаем обычно с перков. С перков. Алчный зверь. Это оружие запасает энергию при нанесении или получении урона. После накопления нужно удерживать кнопку перезарядки, чтобы выпустить этого самого зверя. Работает это примерно вот так. Как только появляется надпись в левом нижнем углу, а оружие начинает гореть, перезаряжайтесь с удержанием клавиши и круто увеличивайте урон, скорострельность и скорость перезарядки. Второй главный перк непомерный аппетит. Он будет продлевать действия алчного зверя по мере нанесения урона. На дамаге по боссам отлично заходит. Так, с этими вашими талантами разобрались. Теперь к практике. Давайте сразу. В пвп этот пистолет-пулемет брать, наверное, не стоит. Не нужно и бесполезно. Да, с активированным перком он стирает стража в мгновение, но активировать его у вас будет получаться не так просто. Без перка ппшка ничем не примечательна. Если вы играете на консоли, ее вводят из стороны в другую просто со страшной силой. Контрить ее отдачу нужно очень долго привыкать. На пк с этим, конечно, попроще, но цифры урона, что там, что там, и условия срабатывания бонусного перка все равно сводят это преимущество на нет. Признаюсь честно, я недолго рыпался с тарабой в пвп. Возможно, из-за этого сложилось такое впечатление. Играть с ним тяжело. Плюс ко всему, у нас для Гарнила уже есть отличная ппшка. Паук-отшельник, да, лучше нее вряд ли придумают. Плюс ко всему, экзотический слот она не занимает, перк она накапливает от убийств с любого оружия, а не только от себя, да и в обращении проще. Короче, паук умеет вот так, а тараба нет. Тараба умеет вот так, но завести ее тяжко. Кстати, о накоплении перка. Это и правда большая проблема в пвп, как я сказал. Вам нужно либо нанести достаточно урона, либо получить его. Но кто хочет получать урон в пвп? Думаю, что никто. Нормально настреливать в толпу противников вам тоже никто не позволит. Так что вот эта система, стреляй, накапливай, перезаряжайся, чтобы активировать перк, не очень рабочая, как минимум из-за темпа игры в Гарниле. Как бы это можно было исправить? Довольно простой и дельный вариант предлагал кто-то из зарубежных игроков. Не вспомню кто, но суть такова. Было бы хорошо, если бы тараба накапливал вот эту звериную энергию даже тогда, когда находится в кобуре. Настрелял с оружия из первого слота, переключился и работай по противникам на близкой дистанции. Такой сценарий позволил бы ей хоть какое-то применение на аренах пвп найти. А пока, не извините, мое сердечко занято пауком-отшельником. Так, с прогарнила поговорили. Теперь перейдем к пве, но сначала несколько слов о спонсоре этого ролика. Если рейд для вас непосильная задача, если новый экзот очень хочется, новые сезонные пушки не дают покоя, тогда вам поможет сервис двинг.нет. Там опытные игроки окажут вам услугу по прокачке, прохождению любой активности и выполнению любого квеста. Не забудьте использовать промокод TripleVibe, чтобы не только время экономить, а еще и деньги. 15% скидон. Сука, разумеется, в описании к видео. Ну, Джонни, у нас уже есть экзотический пистолет-пулемет, который отлично работает в ПВЕ. Геккельбери, скажет придирчивый зритель. И да, отчасти так оно и есть. Но Геккельбери очень хорош в чистке мелкого трэша. Всяких красных тралей, аколитов, дрэгов и прочего мяса. А вот на то, чтобы стереть в порошок какого-нибудь огромного рыцаря или огра, его может уже не хватить. Да даже паука-отшельника может не хватить, баф слишком короткий. Тут же дела обстоят иначе. Суть в том, что баф от алчного зверя настолько хорош, что позволяет и наносить крутой урон не только для чистки мелочи, но и пожирным мобам. При условии, что они находятся на близкой от вас дистанции. К примеру, это офигенно работает в новом режиме Паноптикум. Откапливаете баф и вливаете в жирничий. К слову, баф к урону в Крит составит 99%, а в тушку аж 187. Так что Тарабу вполне комфортно можно использовать в налетах, в гамбите на зачистке волн и, как уже сказал, в Паноптикуме. Скорость стрельбы увеличивается под бафом на 20%, а скорость перезарядки под этим бафом вообще будет неощутимо увеличивается на 44%. Помните, я говорил, что в ПВП проблема накопления бафа? Ну так вот, в ПВЕ, как вы понимаете, с этим в разы проще. Баф накапливается быстрее от попаданий в Крит врага, от того, насколько жирных мобов вы убиваете, ну или насколько жирные дамажат по вам. Так что возможностей откопить этот самый баф будет масса. Стоит ли оно того? Ну, тут даже вопрос вряд ли можно так ставить. Это же обычно по квестам, стоит ли проходить или нет. А тут, выпадет она вам или нет, зависит от везения, от того, как часто выходите в рейд. А туда и так стоит сходить за сетами, триумфами и бесполезными легендарными пушками. Так что я бы сказал так, не стоит сильно расстраиваться, если она вам не упала. У нас вот за 6 рейдов первых двух недель упало только 2 пистолета-пулемета. И оба не мне, ну ок чего. Кому-то до сих пор анархия и тысячи голосов не упала. Если вы любитель ПВЕ активностей, в которых как раз Тарабах более рабочая, как мы выяснили, то вы и так будете ходить в рейды, так что рано или поздно получите. Так что заряжаю вас на лучший дроп, на лучшую команду на рейде тоже. А если понравилось видео, то ставьте лойс и не забудьте подписаться на канал. Услышимся с вами в следующих видео. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok